Когда я прошел Uncharted 4 в первый раз 4 года назад, я сидел и думал НИХУЕ СЕБЕ! Окей, я прошел эту игру вчера и подумал НИХУЕ СЕБЕ! Скажете, что я тупо ярый фанат этой серии? Ну, как бы да. Но! Дело не в этом. Я просто возьму и расскажу, как студия выдала шедевр на 100 из 10. Погнали. 2016 год. Спустя 5 лет после Uncharted 3, Naughty Dog выпускает абсолютно новую часть, которая не то, что лучше всех своих предшественниц, она будто на 10 лет их старше. Вот представьте, что Uncharted 1 это GTA Vice City, 2 и 3 это San Andreas, ну а 4 это 5-я GTA-шка. Вот такой прогресс. Да, движок похож, но почти все движения, взаимодействие с окружающей средой, все выглядит иначе. А что самое главное, это играется иначе. Чего тут стоит погодя на машина, когда нужно перепрыгивать с одной на другую, ломать лица? Тачка, на которую вы вот-вот взорветесь, в последний момент прыгаете на другую, Торетто, это ты! Это вряд ли. В общем, давайте по порядку. Даже на четвертой плойке картинка выглядела просто отвал башки. Хоть и 30 фпс, конечно, но на пятой плойке, чуваки, это фантастика. Это просто оху... У каждого персонажа прорисованы все черты лица, морщины, щетина, даже мочки на ушах просвечиваются, если за персонажем находится солнце. Мы видим каждую эмоцию, которую задумывал автор, сомнения, страх и так далее. Это очень было важно проработать именно на таком уровне, потому что это очень было нужно именно данному сюжету. Яркий пример. Нейт отошел от дел, но тут нарисовался брат, который считался мертвым и про которого не было ни слова в прошлых частях. Вин Дизель одобряет. Мы балдаем или едем? Он просит Нейта помочь найти сокровища, иначе его убьют. И тут, благодаря такому графону, мы видим, как Нейт не хочет обманывать Елену. Врет сам себе, что ему неинтересно, и одновременно огонь в глазах. И таких моментов тут очень много. Если брать локации, то тут восторга не меньше. Я, если честно, не верю, что это игра 2016 года. Ну правда, столько сил потратить прорисовку каждой травиньки, дерева, окружение. Кстати, почему я считаю, что такие игры должны быть линейными, а не с открытым миром? Когда у нас линейная коридорная игра, то разрабы занимаются не рандомной генерацией мира, а точечной. Они более качественно прорабатывают каждое место, ведь других нет. Больше деталей, больше внимания к ним, отсюда и такой результат. Если сравнивать, как прогрессировал вид островов от первой к третьей части, то там разница не бросается особо в глаза. Может им времени не хватило. Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Ну а тут это настоящий джунгль, и в этот остров веришь, он настоящий, живой. Кстати, когда впервые проходил еще даже третий Uncharted, понял, что ни в одной из игр, который прошел до этого, не видел того, чтобы разработчики решили заморочиться над фоном локации. Что я имею ввиду? Вот ползем мы по зданию, видим сзади нас какой-то город. Прикиньте, они его прорисовали так, что он выглядит как локация, в которую мы сможем побывать, а это просто фон. Посмотрите на этот остров, он же как в любой игре с открытым миром. При втором прохождении я заблудился и просто случайно увидел, что там есть городок. А мог и не увидеть, но ноутидок все равно сделали. Умеете? Могете просто. Это не прям коридорная игра, как могли подумать. Да, по сюжету мы должны будем залезть именно туда, куда нужно разработчику. Но проходить тому месту мы можем как мы захотим. Вокруг нас всегда есть огромная территория для изучения и тоже с кучей проработанных деталей. Остров Мадагаскар вообще потянул бы на самостоятельное дополнение по своим размерам. Ну в дополнении, кстати, будет и больше, но об этом не сегодня. Персонажи. Ох, эти персонажи. Я будто всю жизнь их знаю. Спустя 15 лет по сюжету, конечно, кое-что изменилось. Нейт больше не несется с холодной головой к очередной зацепке, взвешивает и принимает все решения. Ну короче, повзрослел мужик прям. Не, на повал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Будто выросли вместе с ним. Елена, наша жена, в прошлом репортер, а сейчас пишет статьи для изданий. Видит, как муж скучает по приключениям и знает, что он живет такой жизнью только ради них. Успеет по ходу сюжета, конечно, разочароваться в нейте за очередной обман, но, как всегда, придет на помощь в самый сложный момент. Салли. Эх, постарел старичок, но юмор и харизма никуда не делась. Я считаю, что это самый харизматичный персонаж всей серии. В этой части выступает как истинная папка для главного героя. Говоря Сэму. Затем, что кто-то должен подумать о нем. Ну и Сэм. Блудный брат, которого все считали мертвым после неудачного побега из тюрьмы. Парни росли в приюте, куда их отправил отец. И с самого детства грезили затерянными сокровищами их историй. Ну и, собственно, сюжет. Вкратце. Охотиться мы будем за сокровищем Генри Эвери, одного из самых великих пиратов в истории. И такой реально существовал. Сэм приходит к Нейту и говорит, что сбежать с тюрьмы ему помог наркобарон, который потребовал за это 50% от найденного. Ну и так как мы семья. Че он сказал? Что-то здесь сказал семья. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Да. Тут не поспоришь. Отправляемся помогать брату. Антагонистом выступит Рейф. Старый товарищ, с которым 15 лет мы вместе искали это сокровище, но разошлись после того, как Сэма подстрелили. Богатый чувак, денежки достались от отца. Ну, классика. Классический мажор, которому все досталось. Все эти годы завидовал Дрейку, ведь ему удалось найти два древних города, известную статую Эльдарада. А сам за 15 лет не смог найти ничего. Ближе к концу окажется, что никакого наркобарона не было. Сэм это выдумал, а вытащил из тюрьмы его как раз Рейф. Но брат не хотел плохого Нейту, даже прыгнул под него под пулю. Елена на ходе главного героя без сознания. Мы находим Сэма и бежим к самолету Салли, чтобы свалить с этого острова. Старший братец не готов выпускать сокровища, о котором мечтал всю жизнь. Ну, а младший бежит его спасать. Генри Эвери собрал всех самых влиятельных пиратов. Создали город Либерталию, где сделали все золото общим. Собрал их за столом, отравил и хотел дать по съебам. Но один из пиратов не стал пить, догнал Генри и они убили друг друга за золото. Эти два корабля таки остались в пещере, где наш последний бой пройдет на мечах с Рейвом. Ты меня сломаешь, брат? Отдаем антагонисту то, что он так хотел. Это пиздец. И уходим ни с чем. Сэм все-таки успел подзабить карманы, отдал немного Елене, которая предложила Нейту вновь заняться приключениями. Вот и вся история. Еще в эпилоге мы поиграем за нашу дочь, которой уже лет 12. Увидим, что мы купили дом на берегу океана и наслаждаемся жизнью. А также поведаем дочке о всех наших похождениях. Красиво закончили. Финальная часть серии. Эх, если бы не Нил Дракман, который перехватил управление над игрой в свои руки, прямо в ходе разработки, и который принял решение сделать ее последней, мы увидели еще не одно бы приключение. Но что есть, то есть. Это было потрясающе. Сэр, ну и нахуй вы мне это рассказали? По поводу игрового процесса. А то я все про сюжеты, людей, разработку. Как играется-то, Серега? Окей. Наш игровой опыт будет состоять из паркура, перестрелок и головоломок. Ебашим, гайз. Головоломок навалили в этот раз достойное количество. Над какими-то даже пришлось подумать хорошенько. Но это очень разбавляет процесс. Если вы не в курсе, то во второй части было две с половиной головоломки. Карл, в игре про поиски сокровищ две головоломки за всю игру. У меня есть только одно представление, как это было. Паркур. Есть. Боевка. Есть. Го-о-о-о. 200 рублей, директор, на подарок. Не, я скидывался. Го-о-о. Готово. Пойдет. В общем, в четверке с этим все полный порядок. Паркур состоит из тактики. В виде шот ступ, ползи. В виде штурники перехватывай и так далее. Сделали немножко в реализме. В некоторых моментах не всегда понятно, зацепимся или нет. Из нововведений это элементы скалолазания, где вбиваем в стену острые молотки, или как они там называются, и по очереди карабкаемся. Крюк кошка, благодаря которой мы теперь раскачиваемся, как Питер Паркер, и перелетаем с одного на другое. Помогает не сбавлять темп геймплея и добавляет немножко экшена. Ну и по традиции в каждой части мы роняем, в крутом смысле этого слова, что-то огромное и масштабное. В этой части мы уроним часовню, что выглядит капец как сильно. Стрельба стала куда более отзывчивой. Чувствуется отдача от оружия и от каждого выстрела. На пятой плойке адаптивные триггеры выполнили свою работу на 100%. При прицеливании левый требует более усилия, а правый при выстреле откидывается обратно, поняли, нет? Очень интересно. По разнообразию оружия, но также калаш, винтовка, снайперка, дробовик. Все из прошлых частей только чуть-чуть современнее выглядит. Перестрелка чувствуется более драйвовая, потому что мы можем взаимодействовать с предметами около нас. Типа сделать из стола прикрытие, прижать рога к стене, если мы впритык и так далее. И кстати, вот здесь, в четвертой части Ноут и Док, наконец-то добились идеального баланса между лазанью по стенам, стрельбе, загадками, безупречный баланс. Медленно-медленно, но все-таки пришли к этому. Все движения персонажей вылизанные, плавные, магические переходы из кассен в игровой процесс на уровне God of War 4, динамика, экшен, все это не даст вам оторваться от этой игры, поэтому придется залповать за один заход. Готовьтесь, она вас не отпустит. Ну и я к чему? Uncharted 4 это игра для души. Вы влюбитесь персонажей, вы никогда не забудете это приключение. Игра, опередившая свое время и такая, столь дорогая для меня. Нажми на кнопку подписаться, поставь лайк, если все понравилось, а если нет, то напиши комментарий со своим мнением. Ведь как сказал Нейтан Дрейк, Великая начинается с малого. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok